всем привет мои дорогие друзья приглашаю вас мой очередной летний влог сегодня будет место прогулки в очень таком святом месте для для всех поляков и которые как это ясно в городе я уже не раз здесь была но и сегодня мы опять сюда приехали у нас к этому есть свои причины а вам покажу то что не показывала в предыдущих роликах поэтому будет очень интересно но мы еще заглянем с вами и в другие места поэтому оставайтесь друзья мои итак поехали мы припарковались около монастыря и сейчас идем такими маленькими улочками к самому центральному месту и попробуем там для вас что-то заснять посмотрим сколько там сегодня людей должны были сегодня быть паломничество но мы уже после обеда поэтому самый большой такой наплыв людей уже за нами все уже то что должны были сделать уже сделали и возвращается домой поэтому сейчас не будет очень много народу сегодня входим не от центрального входа парадного а сзади там находятся самые большие паркинги и большинство вот таких приезжих приезжих паломников ходит как раз со стороны паркинга потому что там остаются автобусы мы уже на территории монастыря как видите детей не слишком много и направляемся с вами немножко прогуляться по территории у нас еще есть немножко времени поэтому покажу вам то что сегодня удастся заснять вот сейчас мы проходим мимо мы прошли мимо входа в зал имени яна павла второго и сейчас направляемся на так называемые фау и вот здесь вход в центральную базилику это башня ясной горы а вот здесь под солнечными часами вход в главную базилику а сюда по ступенькам мы направляемся на так называемые вау и здесь происходит очень много разных мероприятий сейчас покажу вам как это выглядит как видите везде много цветов ясная ясная гора утопает в цветах летом и с каждым годами становится даже я бы сказала больше сегодня хотела бы зайти скарбит то есть это называется сокровищница посмотрим где будет сегодня открыто вот мы с вами находимся на валах они опоясывают как бы всю ясную гуру вокруг то есть мы будем гулять как бы на на главных стенах вот сейчас мы с вами идем по направлению к главному алтарю летнему а здесь находится скарбит но я вижу он сегодня закрыт вот написано что в дню сегодняшнего сегодня к сожалению сокровищница закрыта а здесь часы работы в летнее и зимнее время и вот мы подходим главному летнему алтарю он находится на стене как я уже вам сказала вот он такой навесной алтарь здесь места для гостей которых приглашают и иногда здесь сидят и президент и премьер те кто приезжают на главные празднества вот этот главный алтарь который висит над полем на которым собираются паломники когда здесь очень большие праздники и вот отсюда происходит в богослужение в богослужение Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы с вами в перед часовней, в которой находится главная, можно сказать, если так можно назвать достоверную замечательность Ясной Гуры. Это чудотворная икона Богородицы, Черная Мадонна, как ее называют и как она узнаваема во всем мире. Икона Черной Ясногорской Мадонны. Сегодня я не буду заходить с вами в эту часовню, поскольку у меня на канале есть подробный обзор и иконы, и монастыря. Я оставлю ссылочку, обязательно заходите, посмотрите со всей историей, очень интересная история этого монастыря и иконы. А мы с вами находимся на такой площади, которая ведет к разным музеям на Ясной Горе, и это и Арсенал, и музей Анапавла II, и еще один музей. Так что здесь есть что посмотреть, и самое главное, что все музеи на территории монастыря бесплатные. Можно заходить и смотреть. Главное, чтобы они были открыты, а не так, как сегодня нам не удалось с вами попасть в сокровищницу. Мы с вами находимся сбоку главных огромных паркингов. И здесь есть дом Пельгжима, это гостиница для паломников. Также видите, здесь такой комплекс, можно так сказать, здесь и туалеты, и душевые. Вот где паломники могут прийти, принять душ, помыть ноги, вообще, как бы сказать, немножко освежиться. Все это также бесплатно, можно оставлять добровольное пожертвование. И также на территории монастыря много других разных учреждений здесь, и можно подойти к психологу, можно исповедоваться. Есть медицинский пункт, есть библиотека. Вот так что всяких таких интересных моментов и пунктов, также музеев здесь очень много. Так что кроме молитвы здесь можно найти также и какую-то такую духовную поддержку. Есть также и бары, и рестораны, и магазины с разными сувенирами. Можно также выслать какую-то открытку, есть почта около Ясной Гуры. А мы с вами потихоньку уже выходим там, к тому месту, где мы припарковались. Вот эта улица называется Вышинский, улица Вышинского. Вот, и здесь также можно припарковать машину, вот, если вы не хотите пользоваться главным большим паркингом. Отсюда легче просто выехать, и, ну, местные чаще всего паркуются здесь. На сегодня я буду кончать свое видео, надеюсь, прогулка вам понравилась. Если так, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь, заходите, смотрите мои ролики, а также не пропускайте следующие. Пока-пока. Пока-пока.